ну как добрый вечер здравствуйте здравствуйте игнатий тихонович так а что означает друг вы знаете когда я стал дядей я подумал что стоит называть себя дядя а дрю потому что меня так друзья как-то кликали андрей андрей там дрю дрю и так школы повелось но это честно говоря честно признаться мне уже совсем разонравилось это я уже папой стал вот и надо уже отходить от этого от молодости нужно отпрыгивать я считаю и как он звать меня зовут андрей андрей да меня зовут андрей владимирович можно андрей конечно же так вы сейчас находитесь в израиле мы сейчас находимся на территории синайского полуострова у нас все записывается выставляется в интернет вы не против а я не против все говорить я вас слушаю знаете у меня вот такие вопросы по поводу поселения вашего честно говоря мы с моей семьей уже давно мечтаем о чем-то подобном вот но очень очень боимся надорваться пойти что у нас не получится вот боимся соседей и честно говоря нас пугают даже вот и духовник и соседи пугают что пьяные люди завистливые жить не дадут развиваться не дадут собственно поэтому мы сейчас и находимся в тепле недалеко от монастыря святой галактирины вот занимаемся любимым делом вот но здесь среди мусульман очень тяжело находиться потому что общей община не не создается люди но в основном безработные и очень мало общения потому что люди живут как говорится на релаксе современное вот здесь постоянно тепло очень маленькие затраты на еду основные затраты это аренда дома вот даже честно признаться мои родители смеются говорят какая деревня сейчас ни у кого корову не купишь так вот на днях я я наверно все таки темный человек и не сложно похвастаться там перечитанными книжками вот но я я увидел вас в интернете на ю тубе ваш канал и начал просмотр именно с того момента как вы начали показывать деревню и семью за семьей вот но после этого там сколько у меня там глаза пока не закрылись я смотрел смотрел вот и вот с того периода смотрел вот ваше видео и понимаю что наверное за всю жизнь я даже не успею прочитать ваших трудов и попробовать вот именно эта мирская жизнь семейная она нас держит и понимаете вот очень много проблем вот и поесть и жилье и и ребеночек и сейчас у меня жена там на пятом месяце беременности еще одного ждем то есть все как бы с молитвой все все по большему пробуста происходит и мы это понимаем вот но честно признаться вот мы не можем найти вот на своей родине в россии даже место в котором бы мы могли быть вот в общине христианской чтобы не было нападков каких-то чтобы люди были вокруг чтобы мы могли брать если братья братьями и сестрами быть вот когда я начал выцерковляться это все происходило вот именно со знакомством с моей с моей супругой в прошлом и я когда начал задумываться вообще о том что такое семья я сразу же пришел в церковь и с беседой с отче я понял что вот она моя дорога я немножко о себе хотел рассказать меня брат дедушки на ржевский партизан его немцы пытали повесили прилюдно на площади там сейчас памятник и улица есть его еще у меня тоже родственник репрессированный священнослужащий вот ну вот мы с богом живем с богом живем и вот я когда бы увидел вас я честно говоря сразу же помыслил вот не то чтобы там ехать искать как-то знакомиться но я первым делом вот написал письмо на имейл год а после чего в ролике увидел как вы разговариваете по скайпу с вопрошающими к вам и ну с большим честно говоря стеснением решил все таки написать вам я увидел там в окошке как как у вас скайп называется решил набрать ответите ли вы вот большое спасибо что вы ответили большое вам спасибо за ваши труды за вашу работу ваша энергия она настолько изумительная я даже слова не могу подобрать вот и вы есть вы я никогда не не было такого чтобы я там на фон ездила со старцами общался но вот в моей жизни вот мне 30 лет вы наверное моей жизни первый старец которую я вот увидел и который по-настоящему вышел в интернет и занимается чем-то тем что знает что что должны знать во всем мире вот ну и после знакомства конечно же я начал там смотреть все ваши ответы изучать сайт и понял что очень класса колоссальный колоссальный очень много информации и у меня сразу же возник вопрос вот по поводу крещения меня крестили когда я был ребенком у меня как бы невоцерковленная семья но у нас есть наш семейный святой николай чудотворец и и бабушка как бы к церкви ну особо часто не подходит потому что там то настоятель там один-второй то один хороший то плохой в общем семья как бы от церкви отошедшая и ну и причем вот эти все коммунистические годы пионерия работать работать в общем то работали из-за того что сейчас у меня родители в городе сидят и вот у них сейчас пенсия начинается и они уже никакой земли не думают нет честно говоря очень благостно было когда я увидел что люди на алтае живут с коровами молятся и еще у вас есть лагерь мы с отцом павлом нашим духовником пробовали тоже делать православный лагерь подмосковье вот и все на этом все закончилось на том что на меценаты которые нам помогали оказались в общем то не меценатами и в общем то не заинтересованными вот а все на своей шее там двоем-троем тянуть было очень тяжело но руки честно говоря опустились но вот на сегодняшний день минут на снявском полуострове находимся у нас здесь и детишки здоровые и тоже там и не курят и антиалкоголь и так скажем и людей мы просвещаем люди которые хотят на гору моисея мы их на гору ведем люди которые в монастырь те люди которые из россии бегут мы их стараемся грекам в святую катерину как провожать можно сказать да провожать и они там на литургии присутствуют причащаются в общем честно признаться сложная жизнь но почему сердце то болит сердце болит что хочется на родине жить хочется жить и поле возделывать и молиться потому что именно труд именно труд вот именно под вот этот вот это и есть наша молитва я считаю вот у нас этого здесь нет у нас здесь земли нету вокруг мусульмане коптов единицы они все боятся там голову поднять община наша здесь православная собственно не община потому что все под солнцем загорают с утра до вечера никому ничего не интересно здесь а социально все честно говоря признаться надоело все это сейчас еще ребенок второй хочется уже домой скажите уж вы тогда что нибудь а вот вы написали на то насчет того что курите да да вы знаете я подкуриваю я вот раньше курил сигареты я вообще спортсмен был вот вот сигареты курил курил а потом понял что здоровье здоровье она моим детишкам то понадобится вот и стал вот как бы курить там пытаться этот махорку самосат но типа как дедульки но я поешь это все глупость я понимаю что это все глупость и не хочу говорить но если бы работа была бы и жизнь бы была бы с нормальными вот продуктами я может даже не курил бы даже не думал об этом понимаете нет не понимаю это не в этом дело это грех независимо от того что вы говорили вы должны помнить что вы не детям принадлежите ради детей здоровья а вы храм божий вы богу принадлежите пока у вас это не будет твердо здесь вмонтировано дальше отговорки будут вы преступник вы разрушаете храм данный богом и 12 лет жизни вам отрывает это от жизни и вы явитесь как самоубийцы перед богом уста курящего демонская кодильница демон кодите этого недостаточно ян кронштадтский сказал поэтому у нас правила какие когда люди к нам просятся но первый год мы когда начали а это худо-бедно 21 тысяча сел в россии разрушена мы единственное село на принципах таких православных христианских все данного верующие братман протеерей первым делом храм построили все сами никаких спонсоров у нас нету а люди все время где-то находятся и помогают мы этого не знаем вот потерявки наши будет 25 лет 25 лагерю 44 года 44 мы единственный лагерь был советском союзе православный что мы не вытерпели какие гоняне на всему нас 18 раз сжигали только дотла лагерь а как деревня началась больше уже никто не трогает и ничего так когда первый год написали полторы тысячи заявок у нас было на потеряевку мы ответили только четверым то всем отвечали но было дано разрешение приехать из них двое приехали остался только один на полторы тысячи после посчитайте какой процент чтобы человеку мы дали добро у него должно быть пять качеств он должен это доказать первое никогда не лгать не пить спиртной не курить не материться не воровать это вот первое без чего разговора даже никакого не может быть они я понимаю вот говорят если бы у нас один приехал но даже хорошо давно знакомы уже 30 лет знакомы богатырь деньги у него миллионы миллионы и он решил там построить гостиницу то другое а сам курит естественно что мы ему отказали вот я бы был среди вас я бы таким не был он у нас приезжал пять лет назад по сегодняшний день материться курит и пьет понятно поэтому это разговор только поэтому это рабство у человека когда проходит время он думает я вам не отказываю просто говорю как понимаете а вот вы приехали а говорили не курящий а у вас тут курят вот так у нас один курит а другой приедет и увидит скажет на чего обманывать у вас он я видел за забором стоит курит или прячется это ты должен сначала возненавидеть грех это 96 целом 10 сих любящие господа ненавидьте зло табак это зло табак он хорошее растение его мелкой измельчает и на паршу овец посыпает чтобы моль не съедала там где табачные ветки висят там моли нету можно хранить хорошие материалы но и он не по назначению его жгут а на уровне разложения материи это дьявол любит дым от поднимается это дьявольская кадильница зачем какая-то вера и когда человек курит я вам много стараюсь не говорить он через дымовой завесту ничего не видит он как умалишенный это наркомания только в легкой форме но также затягивает вот первое то что не лжет не пьет не курит не матерится не ворует он доказал мы разрешаем приехать посмотреть только разрешение без разрешения нельзя ездить 4 километра от разъезда железная дорога идет 150 километров от барнаула это центр алтайского края ну что сказать все совет 15 километров своя школа школа обыкновенная государственная школа до девяти классов учат вот там по одному ученику людей там совсем мало потому что тут надо следующее были средства построиться не нанимать может приедут люди там нанять может деньги большие если этого нет сами строятся то у меня приехал за племянник здесь его начал строиться нынче он за построил подземный этаж только дальше построил сара и свои так их пять братьев сколько еще я говорю 5 их 5 братьев все женаты у племянники уже там лет по 18 а то такая бригада 7 8 человек каждый день работает мужиков ну и сам здоровый понятно что тут обедает у него жена готовит тоже боя ребятишек и если это силы нету и денег нету как ты построишься сразу за вы завел первым делом заводит к козу завел там кроликов дальше коров вот у старости у него 36 рогатого скота 36 голов а вещик там может полста больше у него 180 гектаров земли приехал ничего нету кроме ребенка а теперь у него только ангар этот склад для зерна 504 квадратных выбора и говорите про игоря говорите про игорь говорили барабаш я уже по видео вашем познакомился с ним спасибо познакомились тут все открыто никакой чтобы мы там слепляли материал вставляли улучшали какое есть мы показываем все вот и до спасибо вам за это спасибо никакого обмана то тут нету но один человек одинокий ни один не прижился в один учет счету сделаешь надо и дрова заготавливать ты можешь жить дешево в первую очередь это земля дальше для воспитания детей лучшего места в стране не найти это все верующие учителя все верующие православное в храм идут все 100 100 процентов жителей в храм приходит ну еще еще можешь желать то мы рядом детский лагерь вот допустим приезжайте там сколько то я могу бесплатно детей взять это воспитатели все верующие но я как основателя на директор это начальник лагеря вот какое воспитание так что для будущего для детей просто нельзя придумать еще лучше а так просто ну основной все вы видели уже у нас были люди которые очень хотели ну а кто-то узнает за мной гоняются противники они сейчас вот у вас узнали я не найдут и вас заливать будут всякой мерзостью вот ну поэтому если чек даже на подходе уже начинает сомневаться постороннего слушает то тут ничего не получится поэтому это сатана мы гнев направляем не ту сторону мы видим человека с греша еще но не видим что сзади сатана его подзуживает подковыривает златоуз говорит мы даже где-то туда через спину направить и поэтому если в наше отношение кто-то вмешается вы должны понимать что это значит сатане не угодно иначе он бы не вмешивался вот если бы у вас были братья братья и кто-то там или несколько человек бы из израиля решили приехать вот тогда вы обменяясь вместе это приоритет отдается у нас молодым с детьми а если у меня старики старики отдельно не могут быть но если с вами это вопрос другой но все верующие деревня православная вот поэтому ну все открыто так понятно если уже решился он должен знать назад ему пути трудно будет зачем же ты будешь вкладывать деньги там не продать ничего тем никто не купит ты больше работать и никуда даже ничего у тебя нету даже в участок свой земли ты уже прокормишься тебя не платить никуда за жилье тебе ни копейки не платить ты сам построил твое жилье молоко остальное там что корову держит это все молочное мясо скотина держит один держал на 400 там курицу не а то яйца там продавать должна быть машина в город ездят 150 километров он каждую неделю игорь ездит и своя клиентура то не на базаре потому что люди бедно живут и клиенты свои должны быть вот это в общем в общих чертах это главное то что мы все христиане у нас особым авторитетом пользуется святая библия у нас между иконами ну как православных между иконами надписи священного писания это редкость на аналоге лежит не просто а библия по специальному заказу на русском языке ну заковано как у патриарши мы стараемся все приблизить чтобы люди знали христа жили для бога это коротенькая жизнь дана для того чтобы зайти на небо все для одного а это одно у нас для меня жизнь христос а смерть приобретение проговорит так сейчас я посмотрю говори 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 видит видит а смотрю меня какая игрушка то есть вели какая игрушка это дедушкин глаз вот что-то показать то надо чтобы заинтересовать то смотри какой у меня аппарат есть видимо ой ой сейчас фотографирую это это сибирь сибирь здесь здоровый народ сибирь очень не любили те правители которые приходили зимой как гитлер сибирская бросила гитлера москва от москвы и больше он туда не приблизился они застыли там все еще они там шинелках каких-то собереги они одеты как следует но и ясно дело это сибирь сибирь это здоровое место почему михаил ломоносов говорил говорит россия будет прирастать сибирью а у сибири алтай это жемчужина и и во всех отношениях а это наша родина мы тут живем так что вы думаете тем более ответственно к нам один приехал не пьет не курит ну денег много у него все но я вот матерюсь вы как раз про это и говорили это уже не пойдет он побыл один день по хорошему и если вы от табака еще можете отстать три года закрепления надо чтобы это понять что тебя уже победа для верующих один день бросил вошли но уже ругаться ругаться очень трудно привыкших бранным словам не отучиться до смерти здесь только страх божий за каждое слово отвечать перед богом на что это такая зараза зараза вот я за всю жизнь а мне 77 год я не сказал ни одного матершиного слова ни одного мы с детства были приучены это нехорошо отец матерился у нас пример был неположительный но мать сказала она ничего не зала знала что там на суде божьем тебя за язык подвешает и простыми для ребенка это было понятно и мы не нуждались в этом я же все-таки в армии служил и с людьми все время работал заключенными в тюрьме было даже в мысли не пришло как это сказать слово я честно говоря сам не верю что я с таким человеком сейчас разговариваю по интернету я был шокирован я был шокирован когда я увидел вас в ютубе и увидел тысячи просмотров и активность людей вокруг вашей персоны вашего поселения я честно говоря не то что был удивлен я был шокирован потому что я не думал что человек в 77 лет понимает что происходит и еще и лезет в youtube в интернет ведет блог и отвечать на тысячи вопросов вы очень делаете благое благое дело спасибо с господь спасибо вам большое знаете нашу миссионерскую поездку знаете мы из барнаула вот у меня вышло 38 книг и надо вы проехали тысячи километров и тысячи до дальнего востока владивосток находка в россии и потом проехали в турцию проехали мусульманские республики доехали через афины к папам римским португалия океан а тихо до атлантического прошли скандинавию прибалтику и нынче на севере было около 600 городовых сел за 4 года кроме того в окрестностей только мы по домам раздали в соседних деревьев больше 30 тысяч евангелий это все только с божьей помощью только с божьей помощью вообразить нельзя вот у меня сейчас сколько третий год открытся youtube и наших роликов больше четырех тысяч тысяч и каждый день новые 56 роликов это необходимо жить я святых вот на наш сайт зайдете там 50 книг аудио насчитано моим голосом 50 книг вы только смотрите вот сейчас на каждый день утром и выставляем ролик один и вы увидите даже вот это вот это допустим недели через полторы вы увидите ролик вы ставим вот со хорошенько все обдумайте я не отказываю ничего вам но понимаете что такую даль ехать это надо ехать только уже назад ходу нету такие деньги тратить вот вы пока поработайте в этом направлении сегодняшнего дня выкиньте все чтоб табачного не было нигде ни под каким видом в тщательно проверьте как от закваски у евреев на пасху нигде не должно быть они даже в крысиной норке проверяют выкинуть выкинуть абсолютно нигде чтобы ничего не было борода у вас есть не трогать у нас все с бородами борода неприкасаемые вот женщина должна быть всегда платочки на улицу она не выйдет то есть правило все по старинному русскому обычаю эти как рубашка на выпуск поиском и так и школьники ходят и проще вот так у меня два маленьких у меня два маленьких вопроса к вам вот по поводу вы подаете вы подаете пример своего поселения или непосредственно приглашаете развивается как от кластеров от вас или вы предлагаете этот пример распространить на всю территорию россии кто как может я просто такой вопрос я думаю вы понимаете о чем я спрашиваю понимаете что мы не скрываемся это первое мы не подземные пензенские затворники все открыто и в интернете и в книгах и а нас фильмы снятые какие фильмы занял один фильм первое место на международном киноконкурсе он на нашем сайте фильм стоит второй фильм златоус из потеряевки это мое прозвище стоит первое место в россии занял мы ничего не скрываем без возьми посмотри даже человек который у нас не был он какая будто среди вас город живу как член вашей общины у нас строгое послушание иерархия куда поехал священнику обязательно попроси благословения это и так понятно у нас устав 40 правил которые говорят что нигде ничего не зажигать мазут на этом в воде не мыть чтобы да ну проще даже скотина без присмотра не ходит все обдумано чтобы землю сохранить природу сохранить в послушании было ну как положено вот и второй маленький вопрос у меня по поводу крещения это последняя информация как с которой я ознакомился вот в вашем блоге я меня крестили когда я был маленький но меня точно меня окунали полностью в воду то есть меч и перекрещиваться перекрещиваться нет перекрещивания был обман у вас нет крещения это меня просто нет крещений у нас 7 июля или в первое воскресенье сама не попадает на воскресенье каждый год идет крещение люди приезжают отовсюду из германии из Франции были, приезжают у нас с других республик. У нас из Израиля приезжали. Готовится к крещению? Я понял. Значит, миллионы человек не крещены и носят кресты. Носи, не носи, это не решает ничего. Что именно требуется? Какие будут вопросы, которые приезжают? Я могу вот здесь же в скайпе через это скинуть. А еще удобно пользоваться в Mail.ru. Мой мир, знаете? Да-да-да, Дань. И там страничку заведите, на меня заведите. Там я в шапке стою. У меня несколько страничек там открыто. Просто в шапке. Без голубя. Друзья принять я приму. Дальше легче будет писать. Удобнее искать. Там удобнее, чем в скайпе. То есть писать. Там как-то я чаще все время открываю несколько раз в день. Вот сами все хорошенько обдумайте и помолитесь. Ничего невозможного для Бога нет. Начинать, в первую очередь, выбросить табак, помолиться, освети святой водой рот и больше нигде ни слова. Сам себя назначи пятимью. Если ты где-то, слово где-то выскочило, проси у Бога слезные молитвы. За каждое гнилое слово придется отвечать. Это гнилые слова. Не так, что я на работе ругаюсь, а дома не буду. Зло выборочное не бывает. Оно внутри сидит. Ты услышал один раз? Вопрос решен. Оно дальше поговорите с людьми, которые, как вы, хотели бы выехать. Если у вас будет человека даже четыре, уже вопрос почти решен. Вы друг другу будете помогать. У нас никто никому не может помочь. Каждый работает сам на себя. Но если касается что-то, первый год там подвезти, трактора уже есть, это всегда помогут. Бывает, начинают фундамент заливать, что-то надо подвезти, крышу там кроют. То есть на таких вещах. Я вот печеник, 40 лет печеником был. Мне не давали. Самое главное в каждом доменке ты хочешь печь, конечно. Зимой у вас минус 40, зимой у вас минус 40, да, там примерно бывает? Нет, еще больше 30-ти не было. 32, наверное, больше не было. Тут потеплело сейчас. Раньше было 45, а сейчас нет. Никакой суровости такой нет. Люди живут. Не просто живут. Да, да, я все видел. Россия большая. Юг будет гореть, может, в этом году. Мы находимся в самой сердцевине. Да, я ознакомился с картой. Да, видите, где мы находимся. Вода здесь отличная, вода отличная. Земля плодородная. Ну, разные ягоды. Облепихой славится Сибирь. Это от ожогов других, полезная ягода. У нас клубника есть, малина. Ну, у каждого свой сад, свой огород. Ты копаешься, ребенок у тебя рядом и не так, что соседи, там пьяные, у нас этого нету. Пьяного ни одного нету. Но меня бабка с деткой к собирательству с детства приучили. Я знаю, ягодки, грибочки, это, конечно, без этого не прожить. Ну, да, в деревне, там работы-то никакой нет, только твой участок. У одного одна свинья, а у нас кто-то держал, там был один, около ста свиней только. Ну, представь себе, он все время такоколит, продает, у него все есть. Но это отходы. У батюшки овечек около ста овечек. У Игоря Барабаш, он с крупнорогатым, овечки у него есть. Другой пасекой занимаются. Тогда у каждого своя специальность, все как надо, да, все правильно. свой колодец ты можешь копать, нанимать, было бы из чего. Скажите, скажите, примерный бюджет, вот на ваш, даже, я понимаю, и желание, и пусть, пусть все это есть у человека, но сколько вот примерного, чтобы хотя бы на ноги встать, вот отрыться там, времянку построить, вот сколько вы думаете, примерно нужно, чтобы у человека было? Понимаете, цены каждый день растут. Да, ну вот на сегодняшний день. Если вот пять лет назад была одна цена, а сегодня уже в два раза дороже. Поэтому, ну, как сказать-то, я даже не могу сказать, как вон. Да, слушайте, у вас оператор сейчас рядом стоит, он же знает, сколько стоит эта камера, но, соответственно, наверное, как-то люди из деревни знают, сколько встать на ноги примерно. Ну, вот, грубо говоря, там куриц купить. Я бы примерно мог бы сказать, я не решаюсь на это сказать, просто не решаюсь, но стало намного дороже. У нас же, понимаете, как, у нас ближе к центру мясо стоит в три раза дороже, чем в деревне. Ну, то есть, цены скачут, и непонятно, даже цена кирпича в разных районах и республиках, она полностью различается. У нас хлеб пекут некоторые сами, мясо ни копейки не платить, у тебя свое. Вот, прикинь, это все, у тебя расходов, на транспорте никуда не ездить. Я понял, ну, правильно батюшка сказал, хочешь переезжать, бери с собой лопату, вилы, первым делом и пусть жить. Тут работать, конечно, приходится много. У нас детский трудовой лагерь. Трудовой лагерь. Спасибо вам большое, дед Игнатий, за ваши труды, за ваше житие и за то, что вы так вот людям сильно помогаете, как вот это происходит, и я вижу. Что хочется пожелать? Хочется и вам здоровья пожелать. С Божьей помощью вам быть с нами. 77 лет, 78, это такие цифры, так скажем, высокие цифры. Вот. И пусть вот Господь вашу обитель, ваших братьев и сестер хранит. Вот. А мы постараемся, хоть и на совсем другой точке планеты, но все равно будем с вами. Вот. Дай Бог здоровья. Где вы были родственники ваши? Оттуда кто-то. Вашего возраста, примерно там, моложе, семьи молодые. Вопрос решился бы проще намного. А одному нет, не потянете. Это надо строить. На продажу домов нету. Были которые, их уже продали и все там строили были. Но приезжают, которые даже в течение лета построил себе домик. Небольшой домик. Небольшой. А этот-то приехал, сейчас он у него уже средства есть. Он строит большой. Подземный этаж у него там, кочегарка, все будет. Второй этаж там и там мансарду думают делать. Все это заливают. По возможностям, по способностям люди встают, да? Да, вы, Настя, там будете смотреть наши летние ролики и вы увидите, как он строится. Мы дорогу строили нынче. Три пруда, пруды, чтобы рыба была. Там все прорвано было. Нашелся побочник, вот, помог мне со средства. У меня пенсия 98 долларов, если брать, месячные. Это с сегодняшним курсом, да? С сегодняшним курсом. 98. Внимание. У меня моя мать в Москве хорошая пенсия считается с московской дотацией 12 тысяч. Ну, вот видите как. У меня 6 тысяч 275 рублей. Мне не давали работать нигде, только во внедорожной охране при милиции. Но я государственный преступник считаюсь. Жизнь такая, да. За слово Божие гнали. Я реабилитирую, но за мной ничего нигде нету. Поэтому распорядиться надо разумно желанием своим и тем, что есть. А если характер такой мирный и проще, у тебя, знаете, поговорка есть, ласковый теленок двух маток сосет. Тебе и на помощь будут, и люди. А другой бывает такой эгоистник, где он один копается и копается. Тоже что-то будет, лишь бы не враждебный был. У нас всякие были люди. Спасибо вам большое. Спасибо. Будем с вами на контакте. Спасибо большое. И храним вас Господь. Во славу Божию. Во славу Христу. Всего доброго. Всего хорошего. Во славу Божию. Давай.